Киберспорт В ручные этапы команда КФУ попала в финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, который состоялся 25 июня в Москве. Абсолютно все важно. Это называется микро и макроскилл. Микро это как человек действует в определенном моменте, как он быстро и правильно нажимает клавиши. А макроскилл, как он в целом понимает видение игры. Потому что во многих играх есть экономическая составляющая, можно постоянно выигрывать, но в итоге по экономике просесть и ничего не сделать. Многие киберспортсмены в первую очередь играют головой, а не руками. Во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге команда Казанского федерального университета заняла третье место и выиграла 1 миллион рублей. Как правило, компьютерные игры удел парней. Девочки интересуются чем-то абсолютно другим. Сначала куклами, затем платьями и туфлями. Но Катя отдает предпочтение киберспорту. Влечение компьютерными играми, вообще играми в принципе у меня началось с детства, когда родители подарили мне мою первую игровую приставку. Это была Sega. Далее у меня уже появился в школе персональный компьютер, я начала играть в игры. Не все родители понимают подобные увлечения детей, но Катя смогла показать все плюсы этого хобби. Раньше родители негативно воспринимали то, что я могу очень много времени проводить за компьютером, не выходя из комнаты. Но сейчас, когда я объяснила им, что с 2016 года мама, вообще-то киберспорт стал официальным видом спорта в России, и когда узнали, что я прошла в финал такого крупного турнира, они, конечно, начали меня поддерживать. Киберспортсмены не всегда проводят свое время только около компьютера. Есть и другие сферы, которым они отдают предпочтение. Киберспорт для меня не стоит на первом месте. Прежде всего, конечно, главное для меня учеба, это наука. Помимо этого, у меня есть еще и другие увлечения. Я увлекаюсь фотографией. То есть я стараюсь успеть везде понемногу, быть осведомленной там и там, преуспеть в учебе, и удалось преуспеть немного и в киберспорте. Профессиональные геймеры поделились с нами своими планами на будущее. Уже есть опыт игры на профсцене, если так можно выразиться. Хочется и в 2017 году поучаствовать в этом турнире, занять уже более высокие места. Как минимум, точно увлечением останется. Как максимум, если будет возможность связать это кросс-дисциплинарно с моей атишной специальностью, то я был бы только рад. Участие в таких мероприятиях – это уникальная возможность для всех российских студентов не только получить опыт крупных соревнований, но и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене. Анна Глазнова, Леонард Влитяров, Универ Ньюз.